Всем привет! Сегодня на обзоре пробник EAA. Что такое EAA? Это аббревиатура от Essential Amino Acids, то есть незаменимые аминокислоты. Существует в принципе три основных вида аминокислотных комплексов. Первое это BCAA, соотношение 2.1.1. Значит там идет лейцин, изолейцин и валин. Второй это, ну первый комплекс это для любителей, для общего числа занимающихся. Второй комплекс это те же BCAA по формуле 4.1.1. Там все то же самое, лейцин, изолейцин и валин. Только в другом соотношении, то есть лейцина больше, более эта формула считается профессиональной. И вот этот вот, он такой топчик в вершине этой пирамиды. Это комплекс из 9 незаменимых аминокислот. Что он в себе содержит? Он содержит BCAA в пропорции 4.1.1, то есть предыдущий. Плюс еще добавляются, соответственно, 6 аминокислот. Аминокислоты из этого списка усваиваются быстрее, чем из сывороточного протеина. Так нам говорит производитель. И советуют его использовать как освежающий напиток перед тренировкой, во время и после тренировки. Вообще, здесь идет 9 грамм, здесь вкус кола. И в зависимости от веса тела можно использовать где-то, ну, раза 3 в день закидываться вот такими пакетиками. Ну, то есть, либо 1 пакет закидывать, если там девушка какая-то. Если вы там про уровень, то это вот до 3 пакетов можно кидать. То есть, соответственно, до 27 грамм в день. Так, ну, поехали распаковываем, смотрим. Разводится на 300 миллилитров воды. Сейчас скажу еще, какие аминокислоты сюда все-таки входят. Вот так, помимо того, что я назвал, в большей степени сюда входит 3 грамма лейцина, 920 миллиграмм лизина, 750 миллиграмм изолейцина, 750 миллиграмм валина, 730 миллиграмм триозин, 360 миллиграмм фениалин, 230 миллиграмм триптофин, 220 миллиграмм метафмитонин какой-то и 200 миллиграмм гистидин. Вот такой сложный состав, ну, будем смотреть. Так, ну, достаточно много в 9 граммах порошка. Что-нибудь как-то плохо порвался или высыпается. Так, вроде все. Пахнет едко, конечно. Аминокислоты очень хороши для восстановления мышц. Так, ну, размешался хорошо, пены нету. Такое. Так, сейчас скажу по запаху. Ну, по запаху идет кола какая-то такая дешевая. Сейчас скажу по вкусу. Ну, вкус так себе. Несладкий чем-то напоминает какой-то послевкусие. Медовая идет. На колу похоже, но на какую-то очень-очень дешевую и химическую. Вот. Но вообще, аминокислоты очень хвалят. Я сам планирую с следующего месяца БЦАшками начинать закидываться. Потом расскажу, что из этого получилось и как они вообще. Такой обзор. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok